Сегодня у нас в гостях стилист, имиджмейкер Анастасия Боденшук. Витаем! Доброе утро! Настенька, сегодня будем рассказывать нашим телезрителям о том, как правильно подбирать себе одежду, чтобы скрыть некоторые недостатки собственной фигуры. И вот хотелось бы узнать, есть ли какие-то общие советы, несмотря уже на форму фигуры, на вот это распределение, потом песочные часы, яблочко, грушка, треугольничек. Есть ли какие-то общие обобщенные советы? Да, безусловно. Уважаемые телезрительницы, хочу с вами поделиться как стилист, как имидж-консультант некоторыми приемами, которыми пользуются профессионалы. Все мы знаем, что существует несколько тип фигур. Мы их позже немножечко рассмотрим поподробнее. То есть это и треугольник, песочные часы, перевернутый треугольник, овал и круг. Конкретно каждому этому типу фигур существуют определенные приемы. Но если обобщить, чем же все-таки пользуются стилисты? Все вы наверняка слышали, что горизонтальные линии, они расширяют. Что такое горизонтальная линия в нашей одежде? Это либо рисунок на ткани, либо крупный принт, либо вырез, декольте. То есть декольте, которая проходит по плечам, это уже горизонтальная линия. Она уже зрительно нас расширяет. Подол юбки тоже, который проходит, допустим, в уровне колен. Это тоже горизонтальная линия. Она тоже расширяет в данном месте. И мы должны анализировать, нужно ли нам подчеркивать, расширять в данном конкретном месте. То есть так же, как и в макияже, в наших предыдущих передачах я уже рассказывала. Нужное, самое красивое мы подчеркиваем. И не совсем нужное, то, что нужно откорректировать, мы прячем. Очень грамотно. Еще один прием. Вертикальные линии. Вертикальная линия вытягивает, да, удлиняет. То есть создает рост и стройность. То же самое в принтах. Рубашка в полоску. Отделка на платье светлая. Даже расстегнутые полы пиджака, это уже горизонтальная линия. То есть она работает на увеличение роста и вытягивание фигуры. Я говорю, даже обувь с каблучком тоже помогает. Безусловно. Тоже горизонтальная, вертикальная линия. Следующий инструмент работы стилиста, это диагональ, либо пересечение линий. В месте пересечения линий, там где уже наступает точка пересечения, сужается визуально объект. В месте пересечения линий. И диагональная линия, она так очень интересно работает, она отвлекает внимание от проблемной зоны, скажем так. То есть очень часто моим клиенткам, которые не совсем довольны стройностью своих ножек, я рекомендую одевать асимметричные юбки. Они очень хорошо отвлекут внимание от этого нюанса. Переходим аксессуаром. Подождите, это еще один инструмент, прием, которым пользуются стилисты. Одинаковые по размеру объекты, красные шарики в центре. Если они окружены мелкими деталями, они кажутся еще крупнее. Если они окружены крупными деталями, они кажутся еще мельче. То есть дама, крупная, наш красный шарик, которая в вечернем красивом наряде хочет использовать сумочку-клач, наши голубые шарики. Она будет казаться на фоне небольшой сумочки-клач еще больше. То есть нужно подбирать сумочку, аксессуар по масштабу своему. И в коем случае не перепутать. Еще один инструмент. Фокусные точки. Что это такое? Если мы хотим привлечь внимание к какому-то объекту в своем гардеробе, либо подчеркнуть достоинство своего тела, красивая грудь, очень тонкая талия, мы подбираем яркий аксессуар. Аксессуарами могут работать как драпировки, складки, пояса и украшения. То есть мы их размещаем в том месте, которое мы хотим украсить. Яркие пояса, яркие украшения, допустим, кулоны. Если женщина хочет подчеркнуть красивый вырез декольте, форму груди, то вот такой вот блестящий кулон в этом районе привлечет внимание. Это наша фокусная точка. И отвлечет внимание от ненужных мест, допустим, от слишком объемной талии. Девушки, записываем эти секреты. Вот хочу на конкретной фотографии, на конкретном примере рассказать, как же работают наши линии, как же работают фокусные точки. Итак, дама, достаточно полная, которая одела водолазку под горло. Что она сделала? Она горизонтальной линии разрезала себе длину шейки. Из-за полноты, ну и, возможно, природных данных, шея не очень высокая. Лишний раз горизонтальной линией мы разрезали длину шеи, шейка стала еще короче. Посмотрите, где закончился рукав. Рукав закончился в самом плотном месте руки, так скажем, объемном. И опять-таки подчеркнул недостаток. То есть горизонтальная линия еще больше расширила в этом месте полноту руки. Слишком завышенная линия талия, потому что на этой фотографии уже правильная, мы видим, талия у дамы есть. Она разрезала себя еще и цветовыми пятнами. О цвете мы уже говорили, и еще к нему вернемся. То есть синяя, коричневая, серая, темно-коричневая. Слишком много цветных блоков, и издалека идет 5 цветных квадратиков, причем полненьких. Лучше сделать хотя бы 2 цветных блока. Короткие шорты и темные колготы. Девушки, не рекомендую носить, потому что лишний раз вы себя разрезаете на квадратики, и если есть какая-то излишняя полнота ног, горизонтальная линия опять же себя разрезает. Я хочу спросить, такой вариант также не подходит, наверное, девушкам, у которых не очень высокий рост. Тоже разрезает, делает еще меньше ножки. Да, разрезает ноги, делает несколько цветных блоков. Опять же говорю, издалека идет человечек, вес в цветных квадратиках, очень низкого роста. Как нужно было бы исправить? Вертикальные линии, V-образный вырез, красиво подчеркнутая грудь. V-образный вырез удлиняет линию шеи и, соответственно, увеличивает рост. То есть, рукав чуть ниже, то есть, три четверти, в том месте, где ручка уже идет на сужение. И, естественно, линии складки в юбке, это тоже горизонталь, тоже, которая нас подчеркивает. Вот, кстати, что тут складочки, что тут складочки. Ну, тут мы закрыли талию, открыли горизонтальные линии на бедрах, чем подчеркнули только полноту. А тут же мы все скрыли, а талию подчеркнули, и сразу идеальная фигура кажется. То есть, вы видите, как это работает. Работает. Еще про линии хотела вам рассказать. Посмотрите на горизонтальные линии. Здесь они более широкие, здесь более узкие. То есть, в широких линиях полнота больше заметна. В узких линиях, даже несмотря на то, что они горизонтальные, человек кажется более стройным. Если все-таки вы взяли горизонтальные линии и понимаете, что талия пропадает, делайте вставки. Это так называемый смарт-дресс. То есть, вот они появились, асимметричные вставочки. В месте пересечения диагональных линий место кажется более узким. Также работает асимметрия. Вот еще хотела привести вам примеры. Асимметрия платьев. То есть, вырезы, горловины, подол платья. Это все асимметрия, которая помогает скрыть недостатки, либо привлечь внимание к достоинствам фигуры. Мы поговорили о том, как в общем варианте, на что нужно обратить внимание, зная о своих недостатках. Но сейчас я предлагаю более подробно в этом углубиться и поговорить уже о именно типах фигуры и как правильно подобрать фасон одежды. Я хочу рассказать в первую очередь о типе фигуры, такой как перевернутый треугольник. Девушки, если вы видите в зеркале, что ваши плечи значительно шире, чем ваши бедра, вы, скорее всего, будете перевернутым треугольником. Что нужно сделать? Самое главное правило стилиста. Там, где много, убрать. Там, где мало, добавить. То есть, максимально... Вот еще хочу показать такой наглядный пример фотографии. Яркий представитель селебрити, перевернутый треугольник Анжелина Джоли. Девушка, на которую равняются все, но которая также имеет недостатки фигуры. Тоже есть моменты, которые ей нужно откорректировать. Итак, у нашего треугольника существует цель. Мы должны привлечь внимание к талии. Она достаточно тонкая у перевернутого треугольника. Добавить объема внизу, чтобы сбалансировать крупный верх. И максимально отвлекать внимание от крупного верха. Какие приемы при этом используют стилисты? Вверх, то есть, наши топы. Минимальное количество деталей. То есть, нет рюшем, нет валаном, нет рукавам-фонариком. Достаточно простой крой. Лаконичный крой, да. Достаточно лаконичный крой. Очень часто пройма американская. То есть, это тоже уже диагональные линии происходят. Здесь в месте пересечения и сужаются плечики. И максимально расширенный низ. Юбки с валанами, платья многослойные, драпировки, складки. Итак, девушки, запоминаем. По перевернутому треугольнику скрываем вверх, расширяем низ. И подчеркиваем талию. То есть, всегда должна быть фокусная точка. И выбираем красивый ремешек. Да, вот, кстати, по ремню хотела сказать. Мы говорили с вами про масштаб. Вот плотные девушки, достаточно с объемными фигурами. Средний масштаб пояса. То есть, если девушка крупная оденет такой вот поясок на не очень тонкую талию, это будет казаться еще массивнее. То, как мы говорили с нашими шариками. Да, да, примерно так. Следующие фигуры прямоугольник. Если вы видите в зеркале, что уровень плеч равен уровню бедер и практически нет сужения в районе талии, то вы прямоугольник. Вот он, яркий представитель селебрити. Ритнес-ферс. Ритнес-ферс тоже прямоугольник. Но она не страдает от этого. Она знает, как находиться. И так, в связи с тем, что талии особо нет, нет смысла ее как-то визуально максимально стараться делать, мы расширим верх и расширим низ. За счет этого расширения верха и низа произойдет визуальное сужение талии. И фигура будет приближаться к песочным часам. Хочу отметить, что тип фигуры песочные часы это все-таки идеал женской фигуры, поэтому все остальные типы фигур приводятся к этому типу. То есть должны быть плечи, бедра и очень узкая талия. Итак, по типу фигур прямоугольник. Возможно, лаконичные крои полуприлегающего силуэта, то есть заужать нет смысла. И опять же расширяем вверх, расширяем низ, если прямоугольник у нас худенький. За счет этого будет образовываться тоненькая талия. Если прямоугольник девушка-женщина плотная, то мы создаем полуприлегающий силуэт. Понятно. Следующий тип фигуры, на который я хотела обратить наше внимание, это треугольник, либо груша. Вы знаете, часто встречается такой тип фигуры, и полные девушки обращаются ко мне за консультацией и спрашивают, как же все-таки скрыть бедра. То есть они максимально одевают длинные юбки, обтягивают себя юбками-карандашами. Убирают черный цвет, который... Черный цвет. Яночка правильно подсказала. Девушки, это может быть. Черный цвет, очень правильный вариант. То есть светлый низ, темный верх. Но еще какие у нас существуют инструменты. Мы должны добавить объем сверху. Не только с цветом. Мы можем добавить объем сверху и кроем. Максимальное количество валанов в блузках. Асимметричный крой. То есть блуза на одно плечо, еще украшенная валана, создает объем. Рукава, фонарики создают объем. Все возможные валаны, воротники жабо. Это тоже все создает крой. Отложены воротники у пальто. Это тоже объем. А вот юбки должны быть не зауженные, а максимально прямые. Потому что если мы оденем юбку-карандаш, которая сужается коленком на тип фигуры груши, мы, к сожалению, подчеркнем лишний раз массивность бедер. То есть максимально прямые, строгие, лаконичные линии. И опять же, Инна, вы видите, это горизонталь. Юбка длинная, прямая. Это тоже горизонталь, которая выпрямляет и устраняет нашу даму. Следующий тип фигуры. Яблочко. Яблочко. Чем он характерен? Достаточно покатая линия плеч. И линия бедер и линия плеч тоже совпадает. И, к сожалению, в области талии существует так называемый надувной круг. Либо отсутствие талии, так скажем. Что нужно сделать данным девушкам? Вот такой у нас пример. Есть еще. Тоже пример селебрити. Они живут с такими фигурами, не страдают. Просто правильно подбирают для себя аксессуары. Как правильно подобрать девушке с типов? Фигуры яблочко. Если девушка все-таки полный овал, это более сложная ситуация, мы максимально стараемся оттянуть внимание от проблемной зоны, то есть от отсутствия талии. Привлекаем внимание кверху, книзу, к стройным ножкам и к красивой линии декольте. Кстати сказать, у типа фигуры яблока и у типа фигуры прямоугольник самые красивые стройные ноги. Они должны их подчеркивать всегда. То есть это ваша изюминка, это ваша фокусная точка. Поэтому оттягиваем внимание от линии талии, открываем ноги и открываем глубокое декольте. Но что-то одно должно быть, потому что два таких акцента сильных в одном наряде, это уже будет перебор. Настя, у нас, к сожалению, заканчивается наше эфирное время. И я думаю, стоит дать несколько уже последних советов нашим телезрительницам. Мы обсудили практически все уже типы фигуры, которым нужно стремиться к идеалу, к песочным часам. И под суммирующие ответы на наши вопросы, как выглядеть красиво, что нужно подбирать. Ну, что я вам хочу сказать, что песочные часы – идеал фигуры. Марлин Монро для того, чтобы усилить эффект тонкой талии, носила горжетки и расклешенные юбки. Кристиан Диор создал специальную коллекцию в послевоенное время, 50-е годы, «Женщины цветы». У них были очень объемные плечи, зауженная талия и очень красивые расклешенные юбки. Девушки, будьте женщинами цветами, носите юбки, подчеркивайте свои прекрасные плечи декольте горжетками.